Девушки отдыхают Девушки отдыхают Символично, что саммит проходит у юбилейный для АДКБ год Договор об коллективной биоспеции 25 годов, а самой организации 15 Александр Лукашенко выказал уповненность, что эта сессия надаст новый импульс развитию АДКБ Продемонстрируя позитивную динамику в решении пытаниях захований огульной биоспеки Повышение якости житя насельництва сегодня по час черговой сессии городского совета депутатов Затвердили программу социально-экономичного развития Гомеля на 2016-2020 годы Реализация ответной программы 2011-2015 годов дозволила забеспечить становшую динамику развития экономичной и социальной сфер Такая же задача стоит и на наступные 5 годов У приоритете будут питания структурной перебудовой экономики, развитие конкуренции, стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности Экономичная и социальная сфера взаимозалежны, их гармоничное развитие необходима умова огульного успеха В программе заложен рост заработной платы реальной не менее чем на 20% в конце 2020 года Кроме того, будет обеспечено улучшение предоставления услуг жилищно-коммунального хозяйства Будет развитие как традиционных отраслей экономики, таких как металлообработка, машиностроение, деревообработка Так и создание новых предприятий экспорта и ориентированных и обеспечивающих производство импортозамещающей продукции Даревший выгодный контракт на полях совместного белорусско-казахстанского бизнес-форума в Минску подписал Гумсельмаш Уже в ближайший час у Казахстана отправятся 500 машинокомплектов, которые перетворятся у сучасной комбайны на сборочной вытворности у Кастаная Гумсельская техника закрыя полову потребностей Казахстана и складя конкуренцию иншим вытворцам на евразийском рынке А зараз про один из самых важных документов для бизнес-супольности – декрет номер 7 Поведомляльный парадок о житявлении экономичной деятельности, спрошенные санитарно-эпидемиологичные нормы и скороченные потребования по пожарной биоспеции Долгочаканы декрета о прозвитии предпринимательства, зорбить приватную деятельность больше зрозумелой и доступной А кроме того, новый документ отменив або радикально, отменив в широких других норм Например, до 2020 года не допускается повышение истинующих податков и уведение новых, а так само сборов и пошлин Интернет-магазины смогут применять спрошенную систему податкового плодания Больше не треба узгоднять вонковую рекламу и рекламу на транспорте, и которое помешкание можно будет выкористовывать не по метовым призначениям Например, краму или ресторан можно будет открыть в офисном помешкании, когда соседи будут не супрать При осуществлении розничной торговли теперь не нужно согласовывать режим работы За исключением тех случаев, когда, если это магазин, работают круглосуточно Теперь не нужно согласовывать их, как говорится, место размещения торгового объекта Теперь не нужно, допустим, оформлять путевые листы при осуществлении транспортной деятельности Там очень большой перечень и желательно с ним ознакомиться всем субъектом хозяйства Для осуществления наибольшей распоусюдженных видов экономичной деятельности уводится поведомляльный парадок Их перолик вызначен декретом Это у приватности бытовые, туристичные, социальные послуги, деятельность в сфере гандлю и громадского харчевания, а так само перевозок Таким чином, деяние документа охопливает сферы, у которых засероджено около 95% малого и среднего бизнеса Для ожитивления этой деятельности достатково будет подать одинное оповещение увыконкам про службу «Одно окно» Декрет, закликанный надать необходимый импульс развитию предпринимательской инициативы Стимулировать деловую активность грамадян и полепшись инвестиционный климат Украины В Радом принято решение об пероносе працовных день у 2018 года Это продугледжено постановой Совета Министров На новогодние святы будем отпочивать до ужей Працовный день за уторка другого студеня пероносится на субботу, 20-го студеня Четыре выходные дни чекают беларусов и у соковику Замес пятницы 9-го соковика будем працовать у попереднюю субботу, 3-го соковика С понеделка 16-го красовика працовный день перонесены на субботу, 14-го красовика А с понеделка 30-го красовика на субботу, 28-го красовика А кроме того, продугледжены пероносы рабочих дзен С понеделка 2-го липеня на субботу, 7-го липеня Замес понеделку 24-го снежня будем працовать у субботу, 22-го снежня А працовный день с понеделку 31-го снежня пероносится на субботу, 29-го снежня Организациям продоставлено право с уликом специфики вытворшести пероносить працованные дни у иншим парадку о ответности законодавством. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, выслухая звороты ЖХРО региона. В Першаха-Снежне с 10 до 12 годин отбудется промая телефонная линия. Номер телефона у Гомеля 33 12 37. За рабочим визитом Гомель наведал старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чаргенец. Он побывал в Головной библиотеце региона, с устраившись с литераторами Гомельщины, своими читачами и студентством. Подробнее про визит знакомитого письменника расскажет моя коллега Ганна Ковалева. Перший пункт в программе визит у беларусского литератора и громадского деятельства Гомельская областная библиотека имя Ленина. Тут Миколай Чаргенец перада установит свои книги, а так само с устраившись с читачами и членами Гомельского отделения Союза письменников. На сустрече пройшло обмеркование актуальных пытаний у литературного осерудия старшиня Союза письменников отзначил, что на Гомельщине добро развивается детячая литература. Дарочи особных поэтов и письменников в этот вечер захватили за досягнение на конкурсной Ниве. Так награды отримали авторы часописы «Метаморфозы» и лауреаты конкурсу «Золотой пяро России». Средо их Михаил Дедовец, який завоевал диплом у экологичной тематицы. Надея Дмитриева стала лепшей в номинации «Моя, малая родима», а Раиса Дейкун – в военно-патриотичной теме. Владимир Шаронов стал сребным призером в номинации «Поэзия». Сребным лауреатом так само стал директор Гомельской областной библиотеки Марина Рафеева за наладживание громадских коммуникаций, а гран-при в номинации «Фото» отримала Наталья Сляднева. На наступный день Миколай Чаргенец побывал в Гомельском университете семья Франциска Скарыны. Тут ему продемонстровали реконструкцию друкарского станка початка 16-го года, якую своими руками заробили выкладчики. С его допомогой навод узнавили оригинальный текст из Библии, якой в свой час даровал свету Франциск Скарына в 1517 году. После этого старшиня союза письменников встретился с выкладчиками и студентами ВНУ. Послухать его и задать свои пытания пришли около 600 человек. Межо в темах не было. Размова ишла об актуальных пытаниях сучасного развития краины. Международное сопрационничество и экспорт в творчем активности Беларуси не обойшлось и без пытаний из университетского жития, таких, как с обеспечения студентов местами в интернатах. Даже в университете имя Франциска Скарыны это показчик складает 70%. Вы понимаете, студенты ведь народ такой, как он наиболее подготовлен среди молодежи, в первую очередь. И, конечно, писатели видят перед собой обязанность постараться среди них выявить таланты. Ежегодно проводятся десятки различных конкурсов. Вот, например, в вашей организации проводят среди детей конкурсы, а победителям издают книжечки. Мы, конечно, и дальше будем приветствовать, помогать. И там, где есть литературное объединение, кружки, мы стремимся, чтобы наши писатели, союзы писателей, участвуют в этом, как организаторы, как помощники, с тем, чтобы одновременно выявить талантливых молодых людей за имя эти будущее. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Сегодня у Гомельской областной универсальной библиотекции имя Ленина отбылся дискуссийный круглый стол про престиж юридичной профессии. Мероприемство присвящено данным доходящего дня юриста, который будет означаться третьего снежня. В дело им принялись сопрацовники областной прокуратуры, нотариальные палаты и палаты адвокатов, заслуженные юристы краины, представники юридичного факультета, университета имя Франциска Скарыны и иншие профессионалы юридичной справы. Подставой для дискуссии стала публикация, якая не так давно вышла у газете СБ «Беларусь сегодня» под назвой «Юриста ушмата профессионалу знайстись Кладана». Ее аутер – заслуженный юрист Республики Беларусь Яков Аземша. У артикуля говорится, профессия юриста зауседы корысталась популярностью, а ли попыт на ее особливо вырос в 1990-е годы, кали многие коммерсанты и некоторые державные непрофильные ВНУ уличывали переважный финансовый интерес. Увынеку повстало питание об якости ведов, так как не во всех была необходимая материальная база и квалификованный состав выкладчиков. На думку удельника округлого стола, питание якости ведов будущих юристов застаётся актуальным. Треба уличвать и то, что зараз сколькость годов для отримания высшейшей юридичной эдукации скоротилась с 5 годов до 4-х. И не зауседы на выходе отримливается добро подрыхтованный специалист. По часу дискуссии ее удельники выказывали разные меркования и пропонована ГТКОНТ. Сегодня инициируется вопрос образования при юридическом факультете Гомельского государственного университета практико-ориентированной магистратуры. Где бы еще в течение года обладатели дипломов юристов могли получить специализацию по тем предметам, которые им понадобятся в практической работе. Более углубленное знание в области оперативно-рассной деятельности, в области следствия, криминалистики, профилактики преступности, борьбы с коррупцией. То, что сегодня актуально и то, чем им придется столкнуться, непосредственно придя к нам на рабочее место, не обязательно в прокуратуру, в следствие, в суд, адвокатуру и так далее. На Гомельшине протягивается акция областной организации Белорусского товариства «Червоного крыжа» «Рабить добро просто». Сегодня у ее рамках гостей примали проживающие Тярухского дома-интернат для состарелых и инвалидов. О приемных подарунках и огучных пожаданиях материал Олега Сентярова. Для Тярухского психоневрологичного дома-интерната гэта посудна си-звычайный день. Сегодня тут проживаючь коля 100 человек, які маючь отхиление у здоровья. Почас приезду у дельников акции «Рабить добро просто» некто проводив вольный час коля телевизора, некто у гуртку працовной реабилитации. Летом проживаючий займаецца доброапорадкованием территории и працуюсь на прасядебном участку. Зимой основный на керунок занятки творчей дейностью. Часка саморобных вырубов будет реализована уже на гермаши Петшого Снежня, удел, у яким установа премия обовязкова, гэта в свою чергу дает подставу отчувать себе потребным громадству. Хвороба не шкадует и никого. Сирот проживающих у Тярухском доме-интернате есть и былые наставники, и будовники, и навыд один дипломат. Задача установы – не только оказать необходимую медицинскую допомогу, а и примагчимости, допомагчей адаптироваться до самостоянного жития у громадства. По этой причине, с минулого года у Тярухском психоневрологическом доме-интернате реализуется международный проект «Голос сердца». На протягу практически двух годов некольких проживающих выучают разные дисциплины – от математики до основ компьютерной письменности. У администрации кажут, что поспехи есть и навыд плануют набыть для наибольшь сдольных компьютер с доступом у интернет. А прочатаго, коли все отримается, у наступном годе трех проживающих накируют на учебу у Гомельской будовничной лицей. С мягчимостью наступного проживания у городе – это ведьма мощный стимул. Занимаюсь и бисером, занимаюсь кружками, стараюсь убираться, парадок наводить, вышивать крестиком. И структурам им все помогают делать, учиться стараюсь, писать. Для проживающих Тярухского дома-интерната Гомельская областная организация Белорусского товариства «Червоного крыша» и Гомельская епархия привезли подарунки и подрактовали концерт народных ансамблей славянской и казахской песни. Задача акции – рабить добро просто, притягнение уваги громадскости до проблем людей с инвалидностью. Это масштабный проект, а тому, казаться по его завершению, я еще рано. Причем упали сроку областной организации Белорусского товариства «Червоного крыша» не только проживающая у социальных установок. У нас проведено очень много мероприятий, и волонтеры принимали участие, и оказывали помощь по уборке в домашних условиях людям, на приусадебных участках, ну и различную другую помощь, которая необходима была подопечным. Олег Сантеров, Сергей Лукашев, телер, рода компания «Гомель». На передаче надыходящего дня инвалидов в Гомельском центре инклюзивной культуры прошел первый областный конкурс при гажосте и творчестве сирот детей с порушением слыху «Маленькие мисс» и «Мистер Дев». Его удельниками стали 9 детей во взросле от 6 до 14-ти годов. Свои здольности Яны демонстровали в шести турах. Конкурс открыло дефиле, потом удельники рассказывали про себя, представили костюмы властной вытворчести и продемонстровали свое актерское майстерство. Завершил программу «Выход детей» в вечерних уборах. Титул «Маленький мистер» заслужил Даниил Таргоня, зрешицы. «Маленькой мисс» стала гомельчанка Полина Транькова. Усе удельники отримали дипломы и подарунки. Основная задача этого мероприемства интеграция детей у громадства и организации их вольного часа. Заявок было на самом деле очень много. Это желание в основном коснулось нашей области. Речица, Жлобин, Гомель. Но люди, которые узнали в этом конкурсе из Минска, из Витебска также заинтересовались, хотели к нам приехать. Поэтому думаю, что если сегодня он пройдет удачно, а он проходит уже, и вполне себе хорошо, зрители реагируют эмоционально. На сцене дети очень волнуются, переживают. Но это здорово. Они реализуют себя, они развиваются. Синоптики попереджуют об несприяльных метеорологических зъявах и обвешают оранжевую зровень небеспеки. Завтра в ночные часы ранецы на большей часы территории региона чекается узмацнение ветру до 15-20 метров за секунду. МНС просит улучшать умовы на двор и по мягчимости устрематься от поездок на властном транспорте. Это и другие новинки вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tv.com.by Далее у эфира «Спортивный огляд» с новинами спорта познайомить Максим Савин. Максим Савин